Ещё один вопрос, почему мусульмане возводят руки к небу в дуа, если Всевышний не находится на небе? Итак, согласно этому вопросу, то есть в этом вопросе утверждается о том, что если бы Всевышний не находился бы в небе, то люди во время дуа не обращали бы свои молитвы к небу, не обращали бы свои руки к небу. И здесь возникает один очень резонный вопрос, который заключается в следующем. Мы, как все знаем, как доказано в современном мире, земной шар вращается. И то, что 10 часов назад было для вас небом, сейчас уже находится внизу, а не наверху. Нужно над этим призадуматься. Если вы утверждаете, что Аллах на небе, что Он обладает каким-то определённым местом, и это место является небо, к которому вы обращаетесь в дуа, то 10 часов, спустя 10 часов, эта точка, к которой вы обращались в дуа, она будет внизу, а не наверху. И на Узу Биллах, согласно вашей идеологии, Аллах будет находиться внизу уже. Это очевидно порочное мышление и порочная логика. Теперь относительно того, почему мусульмане обращаются к небу, наверх, вверх обращаются, когда совершают дуа. А причина заключается в том, что Аллах возвышен. А возвышенность ассоциируется у нас с этим направлением. Не потому, что Аллах там находится, а потому что вот это вот смотреть вверх и обращаться вверх у нас ассоциируется с возвышенностью. А Всевышний Аллах возвышен. Возвышен не в физическом отношении, но у нас это ассоциируется именно с этим. Именно поэтому мы обращаемся к небу. Ибо Всевышний возвышен. Возвышенность проявляется в нас именно в этом смысле. Именно в этом отношении мы можем своё понимание и своё отношение к возвышенности Всевышнего таким образом можем проявить. А так, в противном случае, как сам Всевышний говорит в священном Коране, «Фа айна ма кунтум фасамма ваджуху Аллах». «Где бы вы ни были, прошу прощения, фа айна ма тувалду фасамма ваджуху Аллах». Говорит Всевышний. «Куда бы вы ни обращались, куда бы вы ни повернулись, там лик Аллаха». «Куда бы вы ни повернулись, там лик Аллаха». Ясным, недвусмысленным аяте священного Корана говорится о том, что Аллах не имеет какого-то определённого места. Он не телесен, чтобы иметь какое-то определённое место, быть в одном месте и не быть в другом месте. Поэтому, куда бы вы ни обратились, там лик Аллаха. Но так как возвышенность у нас ассоциируется именно с этим проявлением, с этим физическим проявлением, то именно таким образом мы обращаемся к Аллаху, ибо Он возвышен.